Начну с того, что ситуация в области, в городе контролируема. Рубежи области хорошо укреплены. Сделаны все фортификации на всех направлениях, где возможны какие-либо атаки противника. На сегодняшний день есть небольшой успех, который обеспечивает вооруженные силы Украины и территориальная оборона. Наши части продвинулись ниже Кривого Рога на 40-60 километров, отодвинули противника. Таким образом мы контролируем уже часть Херсонской области. С другой стороны, по Запорожской области наши части предпринимают такие же усилия. В ближайшее время, я надеюсь, мы получим тоже какую-то хорошую новость оттуда. Продолжаем, так сказать, укреплять рубежи и продолжаем наращивать боевую и огневую мощь. На сегодняшний день Днепропетровская область – это достаточно серьезный укрепрайон. Это достаточно хороший, качественный контингент боевых частей, которые расположены и рассредоточены по области. Поэтому мы достаточно сегодня с оптимизмом смотрим в ближайшее будущее. Будем так говорить, да. По другим вопросам могу прокомментировать еще также о том, что на область совершены были ракетные атаки Российской Федерации. То есть были прилеты ракет в Павлоград, не так давно и на станцию Павлоград железнодорожную. И по другим целям они били. В Новомосковском районе был прилет ракеты. Серьезных повреждений пока нет. Но, тем не менее, можно отметить о том, что противник выбирает новые цели. Эти цели являются коммуникацией, переезды, виадуки, мосты. И поэтому мы отмечаем какое-то изменение в тактике военных действий. Это то, что касается театра военных действий. На сегодняшний день мы достаточно укреплены и достаточно вооружены. Относительно других ситуаций, сегодня Днепропетровская область фактически является большим гуманитарным хабом. Мы оказываем помощь близлежащим областям, прежде всего Харьков и Харьковской области. Помогаем, пытаемся Сумам, Сумской области. Наши автобусы эвакуируют людей из Мариуполя через Бердянск по этой дороге. Мы вывезли уже много людей оттуда. Я не хочу приводить цифры. Кроме того, те накопления, которые делает область по распоряжению главы военной администрации Резниченко, это существенные накопления для того, чтобы на тот случай, если будет какая-то тяжелая ситуация, я даже могу привести некоторые цифры, для того, чтобы люди понимали, что мы достаточно уверенно себя чувствуем. Это порядка больше тысячи тонн курятины мы накопили. Мы накопили порядка 130 тысяч банок консервов различных, каши с мясом, больше 1500 тонн сахара, больше 1600 тонн подсолнечного масла. У нас накоплено минимум 4 вагона соли для нужд, прежде всего, населения и для оказания гуманитарной помощи нашим соседям, гражданам Украины и всем потерпевшим. И многое другое, то, что сейчас возятся на склады. Опять же, склады рассредоточены, нет такого, что где-то в одном месте есть какой-то большой склад. Мы учитываем опыт ведения боевых действий, мы понимаем, что есть какие-то люди, которые, очевидно, намечают какие-то цели для ударов со стороны Российской Федерации. Поэтому мы подходим с умом и рассредотачиваем ресурсы по всей области, понимаем, где они находятся и понимаем логистику передвижения этих ресурсов. То, что касается беженцев, в нашу область прибывает очень много беженцев сегодня. Они прибывают как и в Днепр, так и в города, близлежащие города к Донбассу. Это Павлоград, это Синельниково и другие населенные пункты. Всем беженцам оказывается помощь. Сегодня уже работают социальные службы, которые берут на учет всех беженцев. Оказывают помощь как продуктами питания, так и размещением, жильем. Поэтому мы никого не бросаем. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет меняться в лучшую сторону. Но, тем не менее, расслабляться нельзя. Продолжаем дальше. Уверен, что победа будет за нами. Враг будет разбит. Продолжаем. Продолжаем.